Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот я приступила к сортировке своего лука. И сейчас расскажу все мелочи, все нюансы этой процедуры. Это очень важно, потому что от сортировки лука напрямую зависит и количество вашего урожая, и качество. Я никогда не призываю никого выкидывать плохие, там проросшие луковицы. Вот я их откладываю. Но вы должны их просто раскидать в разные стороны. Хорошие отдельно, вот подозрительные совсем отдельно, в другую часть грядки посадите их. Сортировка это самый первый этап подготовки лука-севка к посевам. Уже потом будет прогревание, потому что греть ни гнилые, ни сухие мы не будем. Мы будем греть только тот отборный материал, который пойдет на посев. Я никогда не грею общую массу всю, когда она еще там и с ростками, и с гнилушками. Раскидываю. И вот эту часть, которая у меня подозрительная, греть вообще не буду. Я высажу ее отдельно на перо. Греть и обрабатывать будем только тот лук, который у нас хороший, из которого мы предполагаем получить большую репку. Ну вот у нас нынче погода не позволила в сроки высадить. Раньше садили и в конце апреля бывало, и в начале мая. Но вот сейчас уже и лукин день прошел, когда почти вся Россия высаживает лук. И после лукина дня еще уже много дней прошло. У нас минус ночной, почва у нас в камень замерзшая. Планирую посадить только 11 или 12, не раньше. И вот за 3 дня до этого срока я начинаю свою, вот эти все процедуры по подготовке. Хотя казалось бы, сортировка лука, ну что тут такого, ничего тут особенного нет. Но тут тоже есть свои нюансы. Я сейчас вам покажу. Вот у меня один сорт, который я показывала вам, когда говорила все подробно о подготовке лука. Он у меня уже просох в течение недели. И он в более хорошем состоянии, потому что здесь нет вот таких вот. Вторую партию, которую я купила, они почти все вот с такими уже намеченными ростками. С ними уже сложнее работать, сейчас объясню почему. Вот этот лук я сейчас беру и обрезаю хвостик. Можно вот так поглубже. Вот так обрезаю хвостик, кладу. Обрезаю. Вот если вот такой, вот такая луковица, ничего делать уже не нужно. Тут хвостика нет. И тут уже зачаток, росточка. Вот про обрезание хвостика скажу еще раз. Его можно обрезать, можно не обрезать. Естественно, если у вас огромные посадки лука, вам некогда будет его отщелкивать. Но я всегда обрезаю, потому что лука сажу немного. Одну от силы, две грядки. Я считаю, что вот этот хвост все-таки препятствует выходу росточка. Вот этого. Видите, если нет хвостика, он выходит быстро. А если вот этот хвостик бывает закрученный на несколько рядов, и он все-таки, это все-таки преграда для ростка. И как бы это препятствие отодвигает наши всходы. Но есть и другая часть огородников, которая не отрезает. И они мотивируют это тем, что при замачивании все равно вот это все размягчится, весь этот хвостик. И росток выйдет без труда. Но я считаю, что каждый может иметь свое мнение. Может быть, они и правы, что этот мягкий хвостик не сильно мешает. Потому что никто точно не высчитывает, через сколько дней вышел бы росток, если бы я хвостик не обрезала. И на какой день он выходит с обрезанным, на какой безобрезанным. Опыты мы, конечно, такие не ставим подробнейшие. Но я считаю, что вот это обрезание хвостика все-таки нам помогает ускорить. Вот хвостики мы все обрезали. Но при обрезании хвостиков, если у меня попадается, вот как, я беру все по одной, если попадается вот такая луковица, подозрительная, даже если вы ее возьмете в посадку, но вы ее все равно откладываете в отдельную посуду, потому что рядом с этими вместе высаживать ее все-таки не нужно. Будет неравномерность сходов. Вот эти у вас будут дольше лежать, они без ростков, безо всего. А те, которые с росточками, вот с такими, вот я как сейчас показала, он вылезет сразу же из земли на следующий день. И если у вас таких много, ну как бывает, что луковица здоровая, хорошая, вот как здесь, но ростки, вы отсортируйте ее в отдельную посуду, и высадите потом, ну сделайте в конце грядки отдельно 2-3 рядка. Возможно, вот из этих луковиц у вас хорошее перо получится, вы употребите в пищу в первую очередь. Так же, как вот эти, все вот такие слабенькие, изросшие, худые, я тоже отсортировываю, но ничего не выбрасываю. Я посажу на край грядки, как в прошлом году делала, сделаю два ряда, и во время первых приготовления салатов мы сразу же это перо съедим или выдернем даже всю луковицу, чтобы она не занимала место. Но их тоже можно использовать, видите, они не виноваты, что они проснулись раньше других. Они не очень гнилые, они немножко так суховатые, конечно, вот на ощупь там ничего нет, и скорее всего никакой репки с него не будет, но вы сможете получить первое витаминное зеленое перо лука. Все, вот про эти я вам сказала. Отсортировывайте, но не выбрасывайте. Конечно, если попадется какая-то, ну вот здесь я не могу найти, какая-то подозрительная, любые подозрительные луковицы с травмами, с какими-то, убирайте сразу, не задумываясь, или убирайте вот на тот же край куда-то, или выбрасывайте совсем. Теперь вот про вторую партию. Это у меня более-менее удачная. Все, я ее сейчас обрезала, потом я буду делать экспресс-прогревание, обязательно покажу вам. Потом обработаю. Хочу нынче двумя способами. Я вот приготовила. Один обработаю солью и марганцовкой. Это вот старинный, как называется, бабушкин метод. То, что у нас всегда дома под рукой. Сортирую, прогреваю, обработаю солью, обработаю марганцовкой, марганцовкой, и посею с добавлением табака, чтобы не лезли всякие вредители. Второй я также прогрею, только другим способом. Обработаю уже не солью, замочу, а дегтем. Тоже очень старинный, проверенный метод. И от грибков обработаю фитоспорином. При сортировке сразу, смотрите, я вот сейчас вам покажу, вот это у меня вторая партия. Если даже вы не хотели обрабатывать от болезни, от грибков, хотели просто, например, прогреть, замочить, просушить. Если вы видите, что у вас луковицы, видите, на донце там, где корень, ой, где корешки, там немножко уже, как зачатки плесени. Видно, что вот этот лук хранился неправильно, и он худшего качества. Видите, какой-то как темный, с налетом плесени. Вот такой лук после сортировки, после прогревания обязательно, в конце концов, перед посевом нужно обработать от заболеваний. Это то же самое. Или марганцовка, или фитоспорин, даже некоторые медным купоросом, раствором обрабатывают. Главное, чтобы эту плесень не заносить в землю. Мало ли, что там у них на этой. Но здесь вот очень много, я смотрю, луковицы. Прям вот это вот такой мокренький конец. И видно, что здесь она заплесневела уже. Такой материал обязательно обрабатывать. Все, про сортировку в основном идут вопросы. Почему нельзя садить мелкие, и почему нельзя садить крупные? Почему их при сортировке обычно мы отбрасываем? Сейчас я вам расскажу. Мелкие садить можно, но они обычно не хранятся зиму. Они или засыхают, но у них маленькая совсем тельца крошечная. Если вот я когда свои садила, выращивала свой вот этот, весной возьмешь, оно все пустое, все. Его не стоит садить, когда оно высохло и пустое, но если они все-таки у вас сохранятся, вы их можете садить, но при сортировке обязательно откиньте их в сторону. Посадите их чуть пораньше, если у вас всего одна грядка лука. Для чего? Для равномерности, опять же, всходов. Они будут сходить чуть дольше. Вот эта крупная здоровая луковица, вы ее если замочите, простимулируете, она у вас выщелкнется сразу, буквально на второй день, на третий, особенно если она уже вот такая проснувшаяся. А маленькие, им сложнее, у них тоненький вот этот вот перышко, он пробиваться будет долго. Если вы их посадите в одной грядке, вам будет неудобно. Этот уже будет расти большой, а тот еще будет малыш. Если у вас есть все-таки вот эта мелочь совсем маленькая, посадите ее за 3-4 дня пораньше. Пусть она пока там проснется, проклюнутся, а потом большие воткнете. Почему крупную луковицу не рекомендуют садить? Обычно предельный размер 2,5 мм. Но вот это все уже, крупнее не стоит. Почему крупную не рекомендуют? Вот из-за того же, из-за того, что она очень сильная, она очень быстро у вас взойдет, у нее будет такая хорошая, сочная, большая зеленая масса, она вот это перо быстро нарастит, быстрее своих собратьев. И все питание луковицы будет уходить на обеспечение вот этой зеленой массы, этого пера. Обычно крупные луковицы и высаживают на перо, их обрезают вот так вот, если нет ростка, вот так поглубже обрезают, стимулируют, и быстро вот это перо наращивается. Поэтому не рекомендуется крупные луковицы высаживать, из него обычно не получается большой головки, из такого крупного севка. Но очень хорошее перо, сочное, густое, много зеленой массы. Посадите, если у вас есть крупные луковицы, посадите его на другой конец грядки. В результате у нас получится так, если всякие фракции у вас, вот я покупаю в магазине, естественно, тут нет уже ни мелких, нет ни крупных, они все стандартные, но если у вас свой севок, сначала мелочь, потом средние, потом крупные, как и везде. Мелочь пораньше посадите, потом посадите средние, и крупные посадите. Но вам, наверное, придется, если у вас будет стоять выбор, какой употреблять летом, то употребляйте все-таки вот этот с крупных луковиц, с крупного севка, который сначала употребляйте его на перо, на перо, потом его выдергивать можно, в салаты, во все заготовки, потому что, скорее всего, очень крупных луковиц с него не получится. Вот, считается самым идеальным, вот такой средний, полтора, два с половиной миллиметра диаметр. Не важно, он кругленький, или он удлиненный, но он весь должен быть у вас такой одинаковый по размеру, тогда будет однородность посадок, и при сортировке обязательно разделяйте, не надо путать мелочь, крупные, средние, проросшие, не проросшие, голые, я вот голые, если попадаются, я тоже их отдельно, я их не выбрасываю, но тоже вложу отдельно, вот в компанию к этим, к проросшеным, к таким, которые у меня под подозрением. Проходят контроль, только вот такие хорошие луковицы. Все, до свидания. Опять будут ругать, что очень подробно, очень много лишнего, но некоторые, вот после даже того, моего видеоролика длинного, еще задают вопросы, те, кто будет садить в первый раз, им не все понятно, именно для новичков, я рассказываю так подробно, я могла бы вообще сказать в двух словах, сортируете, обрезаете хвостики, хорошие садите, плохие убираете, но тот, кто ни разу не садил лук, он не поймет эти две мои фразы. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, постаралась как можно короче, но нюансов много при выборе, от сортировки зависит наш весь конечный урожай, сортируйте внимательно, не путайте мелкие с крупными, проросшие со здоровыми, все, желаю успехов и хорошего урожаяа.